Здравствуйте, меня зовут Лидия Корчевная и с вами YouTube канал Все наоборот. Я больше 20 лет занимаюсь образовательными, рабочими и культурными программами в Австралии. Мало того, я сейчас даже живу в Австралии. По возможности я буду вам рассказывать все об Австралии. А еще обязательно буду говорить об иммиграции в разные другие страны, ведь все на свете познается в сравнении. Надеюсь, вам будет интересно. Сегодня, как говорится, по многочисленным просьбам в рамках обзора по дорогим местам россиян о Кипре. Кипр – это солнце, море, Евросоюз, древняя культура, колыбель цивилизаций, английское право, международные банковки, центр, всюду рукой подать. Покупаешь недвижимость на несколько сот тысяч евро и вуаля, ВНЖ в кармане. Хоть сто лет живи, коль хороший человек. А за несколько миллионов – сразу гражданство. Путешествуй, где хочешь. Короче, купи себе красивую квартиру или дом. А на самом деле, путь от ВНЖ до гражданства – 10 лет проживания на Кипре. Именно проживание, а не приезда в отпуск. Потом экзамены по греческому языку, истории, устройство политической системы. Надо показать стабильные источники доходов, зарплаты, действующие на протяжении многих лет бизнес и так далее. Никаких прогонов, деньги туда и сюда, а именно устойчивый, развитый бизнес с клиентурой, рабочими местами. Что касается греческого, можете начинать учить его уже прямо сейчас. Покупка золотых паспортов, гражданство в обед на миллионы, если они есть, разумеется, в чистом виде прекращена. По крайней мере, сдавать экзамены и все прочее надо. Происхождение денег теперь могут выяснять, сколько душа пожелает. Их душа. Кипр – очень красивое место, но не надо путать туризм с эмиграцией, как говорится. Живут на Кипре греки и еще турки в оккупированной части. Зима здесь недолгая, но неприятная. И она есть. Летом в городах жарко и довольно пыльно. Совершенно не так, как на рекламных проспектах. Днем все спят или не спят, но не работают. Вообще работают крайне мало и плохо. Качественной инфраструктуры мало. На крышах по-восточному бочки для нагрева воды. Экономно, но выглядит так себе. Все дорого, по-сравному. Говорят, сильно улучшилась медицина и образование. Возможно. Но если оно и так, с чего – не ясно. Промышленности нет. Заводов нет. Конструкторских бюро, понятно, нет. Есть туризм, местная небольшая стройка, не особо индустриальное сельское хозяйство, десяток банков. И воспоминания о славном греческом прошлом. Для кого должно ковать кадры хорошее образование? Вопрос. И откуда должны брать кадры качественной медицины? Еще больший вопрос. Все что-то говорят о покупке американских врачей для клиник? Не знаю. Но почему американский доктор должен бросить свою зарплату под полмиллиона долларов, карьеру, лицензию, рабочую среду, схватить семью и приехать на Кипр любоваться морем через черные бачки на крышах? Это трудно сказать. Может, там и есть пара нашкодивших дома хороших врачей? Кто знает? Живя на Кипре, а ввязываясь в эту историю, вам придется жить на Кипре много лет. Вы ничего не строите. Вы просто живете даже не провинциальную, а какую-то отчаянно провинциальную жизнь в очень странном обществе. Это греки, пережившие уже середину третьего тысячелетия своего упадка. Провинциальные англичане и немцы, решившие проесть пенсионные деньги у относительно теплого моря. И русские, в основном, простите, из каких-то омсков и томсков, осевшие здесь с лучших времен, когда они обслуживали туристические группы и ходили по банкам в интересах тех, кто воровал в России деньги. Это называлось заниматься офшорным бизнесом. В неком числе туда приехали и те, кто что-то украл, но их значительно меньше. Все понаостававшиеся русские говорят на плохом английском, ходят в стоптанных сланцах, шортах и носят темные очки. Ничего, кроме денег, еды и восторгах от чудесной кипрской жизни, с ними лучше не обсуждать. Нормальной работы нет. Организовать работающий бизнес практически невозможно. Местный рынок микроскопичен. А торговые контракты с тех пор, как Кипр перестал быть офшором, а он перестал им быть, заводить сюда не имеет для компаний никакого смысла. В континентальной Греции все очень похоже на Кипр, только масштаб чуть больше. А жизнь еще беднее. Маленький итог. Если вы не грек, и не живете здесь просто потому, что живете здесь, делать там совершенно нечего. А давать года, а то и десятилетия своего земного существования, хорошей погоде и славному ветерку с моря, просто преступно. А если у вас дети, то вдвойне преступно. Предвосхищаю вопрос, почему на канале об Австралии я рассказала, что думаю о Кипре. Но не полслова о том, как же попасть в Австралию. Во-первых, это тоже важно. Едут наши соотечественники в очень странные места. А во-вторых, ролики об австралийской иммиграционной политике тоже будут. Но универсальных рецептов все же нет. Все зависит от индивидуальной ситуации. Пишите на e-mail, вы видите его сейчас на экране. Расскажите о себе и своей ситуации. Я всем постараюсь быстро ответить и все обсудить. Как говорят китайцы, путь длиною в 1000 ли начинается с первого чи. С вами была Лидия Корчемна и все наоборот. Ютуб канал об Австралии и обо всем на свете. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь на канал, разместите ссылки на него в соцсетях, поставите лайк, напишите отзыв, вопрос, мнение, обсудите со своими друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok